НОВОСТИ НА ДОНУ Для разработки проекта по реконструкции Реконструкции перекрестка в Ростове нашли исполнителя. Речь идет о пересечении улицы Ганова, особенно и зрелищной, сообщается на сайте госзакупок. Власти были готовы заплатить исполнителю максимум 15 миллионов рублей. Компания-победитель конкурса предложила за свои услуги на 2,5 миллиона рублей меньше. Работы обойдутся в 12,5 миллионов рублей. В результате реконструкции, среди прочего, будет построена новая кольцевая развязка, а также благоустроены тротуары, доступные для маломобильных групп населения. Планируется обеспечить прежнюю скорость движения транспорта на время проведения работ. По мнению экспертов, снижение нагрузки на данном участке позволит уменьшить заторы в час пик в Октябрьском районе города. Открыть свое дело донским студентам помогают в пунктах предпринимателя. Это происходит благодаря совместной работе областного правительства и вузов. На базе высших учебных заведений создаются консультационно-регистрационные пункты. Там студенты получают самые необходимые консультации. Также им помогают в оформлении документов и ведении бизнеса. Число таких пунктов в области увеличивается. Так, пятый по счету центр появился на базе ЮФУ. В церемонии открытия принял участие министр экономического развития Ростовской области Максим Попушенко. Кроме того, на Дону планируют открыть еще два таких пункта – в РГУПСе и ДГТУ. День волонтеров впервые отметят на Дону в этом году, рассказал председатель Донского комитета по молодежной политике Юрий Лескин в рамках пресс-конференции в пресс-центре 2018. Это будет добровольческий слет. Большое собрание волонтеров позволит дать оценку результатам всей работы, проведенной за год со стороны их коллег, а также общественности. Конкретную дату празднования Юрий Лескин не назвал. Однако известно, что Международный день добровольцев в мире отмечается 5 декабря. Немецкий врач приехал в Россию на чемпионат мира. Его имя известно европейским специалистам в таракальной хирургии. Сейчас Георгий Стаматис на пенсии больше не консультирует. Но главным магнитом для него оказался не Месси и Неймар, а Шолохов. Именно этот писатель стал когда-то проводником в русскую литературу. Причем в годы, когда читать еще было запрещено. Сегодня в Шолохов-центре выставлены настоящие сокровища, среди которых подлинные страницы романа с правками редактора и автора. Говорит исполняющий обязанности заведующего Шолохов центром Государственного музея-заповедника Михаила Шолохова правнук писателя Петр Шолохов. Такими историями на самом деле и живет наш музей в какой-то степени. Потому что все время есть люди, которые как-то через творчество обретали вот этот путь творчества. И как-то, может быть, это помогало в жизни. Поэтому наш музей, конечно, старается коллекционировать эти истории все. Немецкий гость получил в подарок биографическую книгу о Михаиле Шолохове с подписью его правнука. И назвал этот момент уникальным, который останется в памяти навсегда. Это были новости на FM на Дону, телефон редакции 200 ровно 0849. С вами была Инна Билан. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. По информации гидрометцентра Ростовской области, в Ростове-Таганроге днем переменная облачность и без осадков на термометре до плюс 30 градусов. В шахтах Волгодонске плюс 27, плюс 29. В Чертково-Миллерово и Тарасовском до плюс 30. Ветер северный и северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова